Геннадий Васьков официально вступил в должность главы МИАСКОГО Городского округа. Церемония инаугурации состоялась в конференц-зале администрации. На торжественном мероприятии присутствовали представители регионального правительства, почетные граждане города и руководители различных предприятий. Не обошлось и без казусов. Один из знаменосцев во время вахты едва не потерял сознание. Репортаж с церемонии инаугурации подготовила моя коллега Гузель Шмелькова. Вносится государственный флаг Российской Федерации, флаг Челябинской области, флаг МИАСКОГО Городского округа. Главу МИАСКОГО Городского округа путем тайного голосования избрали в конце ноября. Этому предшествовал ряд конкурсных процедур. В финальном голосовании помимо Васькова участие принимали Сергей Сесюнин и Владимир Александров. Первый получил два депутатских голоса, за второго никто не проголосовал. В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом. Васьков Геннадий Анатольевич, за 23 голоса. Сесюнин Сергей Анатольевич, за 2 голоса. Александров Владимир Александрович, за 0 голосов. По итогам тайного голосования, по вопросу об избрании главы МИАСКОГО Городского округа, принято решение избрать главой МИАСКОГО Городского округа Васькова Геннадия Анатольевича. Помимо троих вышеназванных претендентов на пост главы, выдвигались бывший мэр МИАСа Михаил Жмаев и еще 8 кандидатов. И вот итог. Почти единодушно депутаты отдали голоса за исполняющего обязанности главы Геннадия Васькова. По результатам тайного голосования главы МИАСКОГО Городского округа Васькова Геннадия Анатольевича сроком на 5 лет. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке. Контроль и исполнение настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления. В присутствии городского актива, руководители учреждений и предприятий, представители общественных организаций и почетных граждан, глава города принес присягу. Я, Васьков Геннадий Анатольевич, вступая в должность главы МИАСКОГО Городского округа, торжественно клянусь. Верно служить интересам населения, проживающего на территории МИАСКОГО Городского округа. Уважать, соблюдать и защищать права и свободы гражданина и человека. Добросовестно и ответственно выполнять обязанности главы МИАСКОГО Городского округа. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Челябинской области, Устав МИАСКОГО Городского округа. И другие нормативные правовые акты собрания депутатов МИАСКОГО Городского округа. Первым Геннадия Васькова поздравил представитель регионального правительства. Итоги голосования депутатского корпуса по выборам главы, которое было практически единодушным, убедительно свидетельствуют о высоком авторитете Геннадия Анатольевича Васькова, его широкой поддержке народных избраний. Полагаю, что именно эта поддержка состыдных депутатов, простых жителей, руководителей бизнеса и политической элиты в городе станет залогом успехов и странного главы, и его команды. Благочинный МИАСКОГО Городского округа протоиерей отец Георгий передал новому главе благословление митрополита Челябинского и златоустовского Никодима и вручил Геннадию Васькову образ защитника обездоленных и обиженных святителей Николая. С поздравительной речью обратился и Игорь Воинов, возглавлявший постглаву округа на протяжении последних пяти лет, а ныне депутат по первому избирательному округу. Геннадий Анатольевич, я поздравляю вас с вступлением в эту высокую должность и хочу пожелать никогда не сдаваться, или по-английски это звучит «не депутат» – никогда не сдаваться, высоко нести и гордо знания красивого, умного, самобытного, самодостаточного МИАСа. Официальное вступление Геннадия Васькова в должность главы МИАСского округа запомнится участникам и зрителям не только торжественностью церемонии. Во время инаугурации один из трех стоявших на сцене знаменосцев начал терять сознание. Геннадий Анатольевич подхватил молодого человека и поддержал, пока того не вывели из заполненного зала. А волнительная церемония завершилась исполнением гимна города. Гузель Шмелькова, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. ГИБДД ВУГТ